Всем привет, с вами взрывной Майк и сегодня я сделаю специально для вас небольшой обзор вот такого вот шлема Это производитель LS2 и модель называется FF900 Valiant 2 Начнем с того, что это модуляр, да, несмотря на то, что многие считают, что, ну, наверное, это правда, что модуляр хуже в плане безопасности из-за того, что вот этот механизм может у вас не отработать и там вы разобьете себе подбородок и челюсть и так далее и тому подобное Все равно шлемы такого формата, они пользуются большой популярностью, потому что вот так вот открыть в 30-градусную жару шлем и вдохнуть свежего воздуха стоит большого Шлем LS2, вот эта вот модель, она достаточно бюджетная, то есть вот мы видим ценник 24 650 рублей Помимо всего прочего за эту цену у вас еще будет вот такая вот сумочка в комплекте, про нее сейчас чуть позже расскажу и покажу Первое, что бросается в глаза, это застежка. Застежка здесь не D-Ring, к сожалению, да, которая считается самой надежной Но и вот такого плана шлем все-таки не спортивный, тоже застежка ставится на многие шлема сейчас, тоже достаточно надежная Далее, шлем-модуляр, соответственно, у нас откидывается нижняя часть подбородка И в этом шлеме это все реализовано достаточно просто Здесь вот внизу есть такая кнопочка, мы ее нажимаем и откидываем подбородок назад Особенностью этой модели действительно является то, что подбородок можно откинуть прямо назад И шлем превращается в такой, скажем, полуоткрытый На многих моделях модуляров это все остается вот здесь вверху Масса, да, дополнительно теряется аэродинамика В таком положении все гораздо веселее Если говорить про веса, весит шлем 1700 примерно грамм Для модуляра это в принципе немного, если не говорить о каких-то карбоновых версиях Но для, скажем так, среднего ценового сегмента это нормальный вес Помимо всего прочего, да, вот этот вот подбородок, он стал более эргономичный Если брать предыдущую модель И вот эта кнопочка, она позволяет одной рукой вам, не отвлекаясь от вождения, осуществлять подъем подбородка Что касается вентиляции С вентиляцией у этого шлема тоже все в порядке Вот здесь у нас регулируемые отверстия для захода воздуха Также вот здесь внизу тоже, если вы едете в закрытом положении И очень много отверстий для оттока воздуха, да Что делает систему вентиляции достаточно эффективной Я, к сожалению, не ездил в таких шлемах Но производитель заявляет, что по вентиляции здесь все круто и классно По шумке тоже говорят, что неплохо Но судить о шумке, стоя в магазине, наверное, мы не будем Производитель нам обещает, что шумка достойная Ну, давайте ему поверим, так сказать Также здесь есть подготовка для гарнитуры сразу в шлеме То есть сразу вы можете поставить сюда свою какую-нибудь скалу райдер, например Конечно же, шлемы, модуляры в основном берут люди, которые путешествуют много И когда ты путешествуешь, во-первых, в холодную погоду полезно бы иметь пинлок Под пинлок здесь крепление тоже есть И полезно иметь темные очки Здесь они, соответственно, тоже есть Здесь, кстати, очень удобный такой тактильный рычажок Мне прям понравилось И возвращаемся к рюкзаку За эти деньги, как мне сказали, оказывается, идет в подарок вот такой вот прикольный рюкзак Во-первых, у него расцветка прикольная, камуфляжная Во-вторых, это очень-очень удобно Вы берете шлемак Обычно вопрос состоит в том, как довести шлем до двойки Кто-то вешает на руку, кто-то крепит сеткой Но когда у вас есть вот такой рюкзачок Вы просто кладете шлем туда Закидываете на плечи, как обычный рюкзак Прыгаете на свой мотоцикл Но, к сожалению, сидеть нельзя И едете до своей двойки В общем, прикольная фишка Хочу, чтобы в 2021 году каждый производитель шлемов дарил такие сумки Ну и в целом, если посмотреть на дизайн Не знаю, мне нравится, когда вот так вот шлема откидываются назад Насколько я знаю, есть еще подобный шлем Shark Которого подбородок также откидывается назад Но он гораздо дороже И если у вас стоит вопрос денег То вот эта модель, наверное, будет самым подходящим вариантом для вас Я еще не ездил в таких шлемах, модулярах Я их не очень люблю Я обычно езжу быстро и очень агрессивно Мне некогда там, знаете, открывать вот это вот Но скоро я еду в путешествие И впервые попробую для себя шлема такого формата А вы напишите в комментариях, кто ездит в модулярах У кого есть такой же шлем Может быть, вы для себя и для нас выделите какие-то минусы Или плюсы, о которых я еще не сказал Надеюсь, обзор был полезен Всем спасибо за внимание Прожмите лайк и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok